Уважаемые гости, компания Кударуэн приветствует вас. Наш сегодняшний вебинар посвящен апрельскому НДФРО и тем изменениям, которые у нас произошли. Положите наши контактные данные на слайдике, наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты. В этой сегодняшней встрече буду я, консультант-аналитика Инна Гардышева-Галина, и вы видите адрес нашего сайта. То есть, если вам по какой-то причине показалось время неудобным или вы не смогли досмотреть до конца, вы можете немножко позже вернуться. Мы выкладываем записи вебинаров и можно посмотреть в записи и этот, и другие вебинары. Может быть, что-то вас еще заинтересует. Итак, значит, как будет построена наша сегодняшняя встреча. Мы с вами будем смотреть нормативные материалы на слайдах и будем переключаться на демо-версию. Значит, ну, так сказать, с ручками трогать то, о чем мы поговорили. Программа нашего вебинара сегодня вот такая. То есть, мы поговорим про отражение двух периодов начисления и удержания. Поговорим про изменения, которые произошли в отчетности в регламентированных формах. Поговорим про расчет пособий, собственно, пособия, которые у нас используются для начисления больничных, для начисления отпускных, для начисления, ну, собственно, всех видов пособий. И немножко поговорим про квартальную регламентированную отчетность и про дополнительные сервисы. Это, в общем-то, связано напрямую с изменениями, которые произошли в регламентированных отчетах. Так что, начинаем. Сначала мы немножко с вами поговорим про историю. Ну, на самом деле, НДС, НФЛ – это наиболее измененный, скажем так, вид налога, который в этом году претерпел изменения. И, значит, с федеральным законом внесены обширные изменения в налоговый кодекс. Ну, а самая, скажем так, скандальная с точки зрения бухгалтеров поправка – это введение двух уведомлений в месяц по поводу НДФЛ. То есть, мы обязаны подавать уведомления, если мы не подаем регламентированной отчетности. Так вот, по НДФЛ у нас теперь два отчета в месяц. Ну, если учесть, что НДФЛ создавался с посылом как бы упрощения оплаты предыдущих контролев налога, то в данный момент работа с ЕНС оказалась сложнее, чем было в предыдущем варианте. В январе 2024 года у нас, как вы знаете, в январе мы сдаем достаточно много отчетности, и бухгалтера рассчитывали предварительную зарплату и подавали уведомления по НДФЛ заранее. То есть, по второму сроку, 5 февраля, подавали заранее, потому что многие планировали уйти в отпуска. Но вот эти уведомления, которые поданы были с датами на 5 февраля, вернулись с отметками об ошибках, и отметка об ошибке была, срок подачи не наступил. Поэтому, соответственно, для тех, кто рассчитывал отдохнуть в январе, такая возможность не удалась. Как вы знаете, отчеты за первый квартал 2024 года у нас изменилась форма отчетности. То есть, у нас изменилось 6 НДФЛ. И на первое место вышли контрольные соотношения. Сейчас они уже утверждены, и налоговая будет пристальное внимание этим контрольным соотношениям уделять. Так что это нужно учитывать. Эти новые контрольные соотношения в приказе можно от 29 февраля, как вы видите, это уже новые приказы. Письма налоговых органов от 12 месяца, то есть это у нас еще прошлый год, и уже этот год, вот вы видите номер письма, и от 5-го 0-4-го, то есть совсем свеженько. Вот вы видите его номер, его реквизиты. И, соответственно, кроме того, что эти письма регулируют контрольные соотношения, их методы проверки, то, соответственно, они обосновывают отсылку к налоговому кодексу, то есть подводят моральную, так сказать, материальную базу для проверки и для сравнения этих соотношений. То есть это было бы, ну, в общем-то, не так печально, если бы не такой момент. Если контрольные соотношения нарушены, если они не соблюдены, то данные таких регламентированных отчетов будут учтены при определении размера совокупной обязанности не в периоде ее предоставления, а только на одну из наиболее последних дат. То есть либо на дату вступления в силу решения по результату камеральной проверки, либо в течение 10 дней со дня установления срока проведения камеральной проверки, либо со дня следующего за завершением камеральной налоговой проверки и, соответственно, определение, что было ли допущено нарушение занижения налога или не было. То есть, как вы видите, здесь уже достаточно много очень серьезных причин обратить внимание на, так сказать, контрольные соотношения. Ну и еще, соответственно, если контрольное соотношение затрагивает раздел 1.1, то это однозначно свидетельствует об ошибке и, скорее всего, приведет к штрафу и, соответственно, к последующим фискальным мероприятиям. А нарушение контрольных соотношений в других разделах может, конечно, привести к такому результату, но, скорее всего, приведет к получению требований о предоставлении пояснений. То есть это не будет однозначным свидетельством о нарушении и необходимости представлять уточненку по этому налогу. Еще один момент, на котором хочется заострить ваше внимание, это на использование нового бланка. То есть у нас за этот квартал мы используем новый бланк, как я уже сказала, и заполняем в нем разделы 1 и 2. Второе. Значит, справку о доходах и о суммах НДФЛ мы не включаем в расчет за первый квартал. То есть эти справки прилагаются только к отчетности за год. А в отчетности, которую мы сдаем за первый квартал, мы должны указать код 21. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу и смотреть мы будем его с вами в двух форматах. То есть вот сейчас у меня открыта демо-база по 1С и ERP. И практически у нас функционал регламентированных отчетов и в ERP, и в 1С практически идентичный. Сейчас мы с вами вот так сделаем. То есть 1С-отчетность, блок, в котором мы формируем отчетность по НДФЛ. Соответственно, вот у меня уже сформирована отчетность по 6 НДФЛ. И отчетность, которая у нас есть с вами в бухгалтерии, абсолютно идентична. Поэтому мы с вами... Сейчас мы сделаем вот так. И вот так. То есть поэтому мы с вами будем смотреть на конфигурации ERP, потому что разницы между отчетностью мы здесь не увидим. Итак, возвращаемся к нашей ERP-шной демо-базе. И здесь у меня получается, что регламентированная отчетность. Мы запускаем блок регламентированной отчеты. И хочу напомнить, что есть в настоящий момент, в последних релизах, достаточно уже давно, не в последние дни, у нас рекламируют сервис 1С-отчетность. То есть не только блок подраздел отчетов, но и сервис 1С-отчетность, который позволяет напрямую работать с сайтами налоговых органов и, соответственно, заполнять на них, минуя операторов ТКС, составлять на них регламентированную отчетность. В этом случае у нас мы экономим время на переписке, на получении ответов от налоговых органов. И если разговор идет, например, про отчеты ЕФС-1 по кадровым мероприятиям, то это, естественно, очень экономит время, потому что занимает... Мы должны предоставить такой отчет в течение следующего рабочего дня. И, естественно, если разговор идет о том, что нам надо за это время успеть обменяться еще и с ТКС перепиской, то это более выгодный режим. Значит, у нас отчетность, которая сдается за первый квартал, выглядит вот таким образом. То есть мы сначала заполняем титульный лист и... Извините, не тот открылся. Вот 6 НДФЛ. То есть мы заполняем титульный лист. И при заполнении титульного листа мы с вами ставим код периода 21, как раз про то, что я говорила несколько минут назад. Здесь у нас особых изменений не произошло. То есть, в принципе, знакомая картина. Про код АКТМО вот здесь вот есть подсказка. И дальше мы заполняем раздел 1, про который мы уже говорили. Здесь у нас код бюджетной классификации. И раздел номер 2. Собственно говоря, здесь заполняется он автоматически. То есть при формировании у нас обычно не возникают сложности. Сложности возникают на этапе, когда мы, например, вводим документы при начислении заработной платы. Ну, как вы видите, здесь отражается сумма дохода, полученная физическими лицами, количество физических лиц. И, обратите внимание, выделяются доходы высококвалифицированных специалистов. Потому что, почему обратить внимание на этот раздел, потому что изменения коснулись в том числе и учета высококвалифицированных специалистов, которые получали доход. И по ним тоже были изменения, которые надо будет учитывать при составлении регламентированных отчетов. Значит, теперь снова переключаемся на наши слайды. Вот он, наш код 21. И, обратите внимание, вот на что. То есть, по АКТМО мы заполняем отдельные расчеты на каждый год. Если, например, у нас есть обособленное подразделение, которое находится в другом городе, то мы должны запомнить отдельно расчет по главной организации и отдельно по подразделению. Соответственно, по каждому КБК мы заполняем отдельно раздел 1 и раздел 2 по каждому КБК и по каждой ставке, соответственно, налога. Ну вот здесь слайдик, что мы имеем возможность по НДФЛ. Сейчас я переключусь на демо-версию еще раз. Значит, мы пока закроем нашу декларацию и поговорим про отчетности по НДФЛ. То есть, у нас есть возможность в подразделе заработная плата у нас есть целый блок для работы с НДФЛ. То есть, есть общий журнал документов по НДФЛ и, соответственно, если мы переходим в этот журнал, то у нас достаточно много подсказок, помощников, которые касаются подготовки документов к отчетности по НДФЛ. То есть, вот так, то, что это тот слайдик, который вы видели на нашей презентации и, соответственно, есть возможность подготавливать разные первичные документы по НДФЛ. то есть, соответственно, мы используем их, когда получаем либо требования, либо заявления от сотрудников. Снова вернемся с вами к нашим слайдам и посмотрим. Это вот второй слайдик мы с вами то, что видели, то есть, соответственно, это 6 НДФЛ, новая уже форма. и обратите внимание, чтобы ваша отчетность была актуальной, вам нужно проверить свой релиз. Релиз вашей конфигурации мы смотрим вот тут. Соответственно, по ссылке переход по программе мы получаем информацию о информацию о платформе, о релизе платформы и информация по конкретной конфигурации, какая у вас установлена. То есть, на самом деле, проверить необходимо при составлении любой учетности в соответствии вашего релиза, но поскольку уже все как бы в курсе, что новые форма, то это желательно было бы сделать заранее. НДФЛ это, пожалуй, вот самый ну, скажем так, налог, который больше всего претерпел изменений в этом году, то есть, это не революционные изменения, конечно, которые были в прошлом и в позапрошлом году, но тем не менее, то есть, кроме того, что изменилась сама форма, форма регламентированной отчетности, изменения коснулись того, как подавались уведомления и как рассчитывалась оплата. Значит, у нас с вами изменился срок уплаты, то есть, если НДФЛ удержан за период с 1 по 22 число, то заплатить его мы должны не позднее 28 числа, соответственно, значит, у нас еще, вот если мы берем нынешнее состояние дел, то есть, есть несколько дней, если НДФЛ удержан с 23 по последнее число месяца, то платить налог нужно будет не позднее 5 числа, но небольшие изменения в декабре месяца у нас происходит, и в этом случае мы должны заплатить налог не позднее последнего рабочего дня года, в этом году, в 24 это у нас будет 28 декабря, но до декабря еще время достаточно много, поэтому мы, в общем-то, сосредотачиваем свое внимание на первых двух пунктах, то есть, когда мы уплачиваем с 1 по 22 число, и когда мы уплачиваем с 23 числа по последний месяц, последний день месяца, соответственно, и уведомления мы подаем два раза в месяц, вот здесь обратите внимание, что уведомления мы подаем не позднее 25 числа, если отчитываемся с 1 по 22, и не позднее 3 числа, если отчитываемся с 23 числа по последнее число текущего месяца, ну и, как я уже говорила, то есть, вот у нас последний рабочий день года, какие изменения, то есть, у нас произошли по НДФЛ, здесь у нас начисление зарплаты в основном использовалось, то есть, мы начисляем зарплату за первую половину месяца, и начисляем зарплату за вторую половину месяца, то есть, у нас теперь нет авансов, это в принципе, уже как бы привыкли к этому, к этой мысли, и, соответственно, при начислении зарплаты мы используем два документа, то есть, раздел заработная плата, сейчас мы туда перейдем, раздел заработная плата, когда мы платим аванс, то есть, не аванс, а расчет за первую половину месяца, мы используем все начисления, и по кнопке создать создаем новый документ, вот он у нас есть здесь начисление за первую половину месяца, у меня он уже создан, поэтому мы не будем его делать заново, а посмотрим уже существующие, соответственно, мы здесь ничего нового не делаем, то есть, выбираются наши сотрудники, и, соответственно, здесь мы получаем начисленный НДФЛ, а вот за вторую половину месяца мы используем не эту возможность, а возможность вот так, ой, извините, промахнулась, возможность начисления заработной платы и взносов, то есть, помощника, и здесь нам уже недоступно начисление за первую половину, то есть, мы выполняем начисление зарплаты и взносов и, соответственно, проверяем, что у нас тут начислилось за период с первого, с 23-го по то есть, за вторую половину месяца. Выглядит это у нас таким вот образом, то есть, НДФЛ и, соответственно, начисление мы получаем уже за вторую половину. Вы видите, ну, как бы алгоритм, как это создается, но, в принципе, на алгоритме мы, к сожалению, сейчас не можем останавливаться, потому что у нас ограничения по времени, то есть, начисление заработной платы и налогов во вторую часть, мы, во вторую часть месяца мы используем другую и, то есть, практически, здесь у нас стоит задача только правильно заполнить все сведения о сотрудниках и расчет происходит автоматически. Если новые сотрудники, то мы, соответственно, проверяем только правильность заполнения сведений. В этом у нас нет никаких новшеств, а вот новшества у нас касаются дополнительных социальных начислений. то есть, в общем-то, нужно обновить, скажем так, внимание к тому, что сейчас очень важно не допускать накопления отпусков. То есть, накопление отпуска за два года и, главное, что за больший период, это нарушение, причем нарушение, которое карается штрафами. То есть, мы должны предоставить своим сотрудникам оплачиваемый отпуск и, независимо от вида деятельности, он у нас составляет либо 28 дней, либо больше, если это, допустим, какие-то вредные условия труда. И здесь у нас есть только один случай, когда мы можем не отпустить работника в отпуск. Это если в текущем году его отсутствие негативно отражается на деятельности предприятия. Но мы можем перенести его отпуск, но не более, чем на 12 месяцев. И, соответственно, у нас трудовой кодекс запрещает не предоставлять отпуск в течение более двух лет. То есть, если у вас накопились отпуска сотрудников за длительный период, то нужно эту ситуацию быстро разрешать. Потому что если такая ситуация будет обнаружена, то в этом случае у нас будет инкриминировано нарушение трудового законодательства и будут штрафы. Штрафы на юрлицу, то есть, на организацию от 30 до 50 тысяч рублей и штраф на руководителя организации или индивидуального предпринимателя от 1000 до 5000 рублей. То есть, в принципе, штрафы не такие драконовские, как, например, за нарушение воинского учета или работу с немаркированными товарами. Но все-таки все равно потерять 50 тысяч на штрафе если вы не предоставили оттуда, обидно. И второй момент, что у нас совокупная, что у нас ставка НДФЛ определяется по совокупности налоговых баз. Напомню историю Балета. То есть, у нас до этого момента, до 2024 года ставка НДФЛ определялась по справкам, которые предоставлял сотрудник. И мы не занимались розысками, допустим, если в середине года человек устроился, то есть, мы не озадачивались поиском его дополнительных где-то рабочих мест и так далее. А вот теперь в 2024 году, с 1 января, у нас закончился переходный период и теперь значит, мы начисляем НДФЛ с учетом с всех пассов, всех как бы суммируем, суммируем все начисления и здесь в общем-то скорее всего придется чаще применять прогрессивную ставку, то есть, если доход сотрудника больше 5 миллионов, то мы должны будем применять ставку 15%, а не 13%. Вот это нужно учитывать. Что еще у нас повлияло на НДФЛ по социальным выплатам? По социальным выплатам это мы расчет отпускных каким образом делаем? Значит, здесь нужно обратить внимание на график отпусков. График отпусков, напомню, мы должны утвердить за 2 недели до наступления календарного дня. Минтруд наставит на том, что крайняя дата это 17 декабря. Собственно, в этот период мы должны до 17 декабря согласовать и утвердить график отпусков. это регулируется законодательством и на это стали обращать внимание. Но в судебной практике очень много сейчас возникло вопросов такого плана. Мы согласовали, утвердили ставку на график отпусков. Все хорошо, а тут начинается новый год и у нас появляются новые сотрудники. То есть что делать с новыми сотрудниками должны ли мы вносить их в график отпусков и в этом случае каким образом это будет расцениваться в отношении того, что график согласован раньше, чем сотрудник поступил на работу. то есть по этому делу есть достаточно много арбитражной практики и доводы о том, что работодатель не должен вносить изменения в график отпусков с учетом новых сотрудников, которые принимаются с начала года, к сожалению, не принимаются судами к вниманию и поэтому самый безопасный вариант это вносить изменения в график отпусков с учетом графика, который касается новых сотрудников. Вот, к сожалению, такая позиция. Еще были изменения касательно больничных. То есть с 23 года, как вы знаете, у нас работникам по договорам ГПХ положено больничные, то есть пропала лазейка экономить на ГПХ и соответственно у нас в этом случае больничные листы рассчитываются на общих основаниях. Но здесь есть такая тонкость. У нас уплаченные взносы. Если стоимость страхового взноса была внесена за сотрудника, то проблем с больничными не возникает. Если стоимость страхового взноса не была уплачена, то возникает проблема при оплате больничных листков. То есть право на оплату больничного сотрудник имеет только в том случае, если за него работодатель уже заплатил сумму, которая не меньше стоимости страхового периода. То есть в 23 году это у нас 5000, соответственно в 26 году это уже будет другая сумма. и здесь еще один момент, на который нужно обратить внимание. Если у нас больничный лист связан с травмой или какой-то затяжной болезнью, работодатель также, как и раньше, оплачивает три дня за свой счет, но остальное теперь платит напрямую по проекту прямых выплат социальный фонд России. И если у нас гражданско-правовой договор заключен на срок до 6 месяцев, то максимальная продолжительность оплачиваемого больничного листа составит 75 дней. Значит, в этом случае больничные рассчитывают по такому же алгоритму, как и предыдущие периоды или как для других сотрудников, то есть выплаты за два года делим на 730 дней, при этом учитываем, какой процент стажа у нас у сотрудника, либо 100%, если он от 8 лет работает, либо если меньше, соответственно, его стажа. И обращаем внимание, вот на что у нас начисление размера больничного за месяц должен быть не меньшим ротом. Рот в этом году у нас составляет 19242 рубля. Напомню, что с больничного мы удерживаем НДФЛ. И точно так же, что если у нас больничный лист выдан по уходу за ребенком, то в социальный фонд России мы подаем сведения о ребенке, когда, допустим, возраст ребенка достигает полутора лет или период, за который ребенку полагается пособие по уходу за ребенком. если продолжает работать и дальше. И еще один момент. То есть у нас изменились лимиты по необлагаемым НДФЛ доходам. Это соответственно 700 рублей и 2500 рублей. То есть раньше у нас эти суммы не облагались доходами, не облагались НДФЛ за исключением допустим длительных командировок и за исключением вахтового метода работы. То есть там согласно местным локальным документам фигурировала своя сумма которая была согласована которая не облагалась например суточной которая не облагалась НДФЛ. Теперь так же как и для всех других работников это 700 рублей и 500 рублей и соответственно уже нет возможности экономить на НДФЛ по таким выплатам. То есть как вы видите в общем-то перекрыты лазейки по которым можно было экономить на налогах и собственно говоря в общем-то изменения которые коснулись рекламентированной формы 6 НДФЛ связанные с тем что приводится в соответствие нормативная база и форма отчетного документа то есть у нас изменения произошли не только в титульном листе например и разделах 1 и 2 которые мы с вами посмотрели но и есть некоторые другие но в принципе они не не революционные и формируются по кнопке заполнить то есть формируются достаточно корректно не требуется дополнительных усилий для составления этой отчетности ну вот я сейчас вывела на экран слайдик который касается вахтового метода работы то о чем мы с вами только что поговорили и собственно говоря больше нет возможности у вахтовиков использовать другие надбавки которые они раньше применяли потому что арбитражная практика которая имеется по этому поводу содержит случаи когда надбавки за вахтовый метод которые не попали под НДФЛ составляли достаточно большую часть то есть порядка 47 процентов в общем-то это было 47 процентов вот так ладно то есть это была существенная сумма еще хочу заострить ваше внимание вот на чем то есть у нас в разделе зарплата есть проверка формы 6 НДФЛ то есть как мы с вами говорили уже контрольные соотношения налоговики будут проверять смотрим контрольные соотношения зарплата меню зарплата и здесь у нас с вами есть отчетность и справки и есть вот возможность работы с ну с дополнительными сервисами значит сейчас снова вернемся сюда здесь у нас в меню зарплата есть раздел отчеты по налогам и вносам и среди этих отчетов вот раздел отчеты по заработной плате вы видите достаточно большой блок различных отчетов по НДФЛ то есть вы видите контроль сроков уплаты анализы всех сотрудников и проверка заполнения 6 НДФЛ то есть вы можете проверить себя проверить и состояние вашей отчетности и проверить не нарушили ли вы показания ну допустим если по гиперссылке мы переходим на вот например я сформирую у меня к сожалению не формируется нету просто данных для формирования этого отчета ну то есть вот проверка первого раздела и проверка второго раздела и соответственно мы можем вывести регистр налогового учета посмотреть что у нас включается в этот регистр и вот такой формат соответственно просмотреть правильно ли формируется у нас база и правильно ли формируется исчисленный налог снова вернемся к нашим слайдикам вы видите на слайдике это вот как раз то что я вам показала отчеты раздел зарплата раздел отчеты по налогам и взносам то есть соответственно вот проверка первого раздела проверка второго раздела и мы с вами вот спустились немного ниже посмотрели еще регистр налогового учета вот он еще у нас выведен отдельным слайдиком кроме того что произошли изменения по НДФЛ изменения по соц как бы начисления у нас еще произошел произошли изменения размеров социальных вычетов то есть мы с вами помним что наиболее популярный вычет который применялся это на лечение и обучение в этом случае у нас вычет раньше действовал 120 тысяч теперь будет 150 тысяч а вот вычет на обучение детей повышен практически в два раза до 110 тысяч но обратите внимание на такую тонкость 110 тысяч на обоих родителей то есть на каждого ребенка но на обоих родителей отдельно оговорены теперь удаленщики то есть раньше они не были выделены в отдельный так сказать пункт а теперь предприятия которые на удаленке точно так же должны уплачивать НДФЛ 13 процентов но если они получают свыше 5 миллионов рублей то ставка налогов становится 15 процентов и соответственно вычет на лечение и обучение то есть социальный вычет как я уже сказала у нас до 150 тысяч повышен еще у нас получается что социальный вычет на самом деле у нас применяется по и другим основаниям то есть не только лечение и обучение то есть мы получаем социальный вычет напомню в каких случаях то есть обучение кроме детей то есть если это обучение самого сотрудника на лечение кроме дорогостоящих видов лечения на физкультурно-оздоровительные услуги то есть это фитнес-услуги к этому уже тоже многие привыкли это уже используется достаточно давно дальше у нас негосударственное страховое обеспечение вычет на добровольные взносы на накопительную часть и то что очень редко используется то есть независимая оценка квалификации налогоплательщика этот вычет работодатель не предоставляет но мы можем заявить его если подаем декларацию отдельную в налоговый орган по окончании налогового периода то есть вот этим можно воспользоваться напомню все эти виды вычетов соответственно в суммарном выражении составляют 150 тысяч но наиболее часто используют первые три сроки уплаты как я уже говорила налоговыми агентами у нас не позднее 28 числа и не позднее последнего текущего дня года в декабре вот то что изменилось и обратите на это внимание что отчеты у нас теперь сдаются за квартал за полугодие за 9 месяцев ну и соответственно за год а не с первого по 22 допустим число последнего месяца как раньше и напомню что НДФЛ новую мы сдаем 6 НДФЛ мы сдаем начиная с первого квартала сейчас еще раз переключимся с вами на демобазу и я хочу показать один момент то есть вот мы с вами до сих пор смотрели на примере ERP хочу сейчас переключиться на конфигурацию бухгалтерия закрыть и у нас с вами абсолютно тот же функционал который мы смотрели который мы смотрели с вами на примере ERP вот он у нас подраздел 1С отчетность и абсолютно идентичный функционал то есть регламентированные отчеты вот этот подраздел мы его смотрели на примере ERP сейчас мы вернемся сюда вот он у нас регламентированный учет вот он у нас 1С отчетность то есть как вы видите в этом отчете у нас разницы между конфигурациями нет поэтому собственно говоря вот основные особенности мы могли посмотреть что на одном что на другом примере и хотела обратить ваше внимание еще на такую особенность то есть если мы переходим по совершенно все равно в какую конфигурацию бухгалтерии или ERP если мы переходим в общий журнал документов то у нас программа сама себя хвалит пишет какая она зайка и что можно получить какие выгоды можно получить от применения сервиса 1С отчетность то есть именно сервисок про который я вам уже говорила когда программа напрямую обращается к сайту налоговых органов и соответственно можно подключить ее в этом режиме поподробнее почитать мы можем по гиперссылке и подключиться к отчетности тоже можем вот в этом сервисе однако как обычно в каждой ложке в каждом в каждой бочке меда есть ложка дегтя то есть ложка дегтя в нашем случае состоит в том что мы можем подключиться к сервису если у нас есть подписка ИТС если ИТС проф то бесплатно но обратите внимание только одно юрлицо если вы хотите подключить допустим все юрлица которые у вас есть то за остальные уже придется доплачивать точно так же придется доплачивать за сервис если у вас подписка ИТС техно ну правда достаточно дружественная стоимость подключения то есть там порядка четыре тысячи например восемьсот рублей на год то есть если это разделить помесячно то это не слишком большая сумма получается но тем не менее это нужно на это нужно обратить внимание то есть либо подключать наиболее крупное предприятие которое у вас есть либо доплачивать за то что помогли и остальные используют такую возможность так сейчас мы это закроем и еще на что хотелось обратить ваше внимание это то что с двадцать четвертого года у нас изменился положение достаточно скандальном моменте скажем так вот так переключимся снова на наши слайды а сам достаточно скандальном моменте это мораторий на налогообложение материальной выгоды то есть соответственно напомню историю балета то есть доходы в виде материальной выгоды полученные в двадцать первом году у нас освобождались не освобождались от то есть действие моратория приостанавливало обложение таких доходов но в две тысячи двадцать четвертом году у нас были внесены изменения в двести семнадцатую статью налогового кодекса и соответственно с первого января двадцать четвертого года освобождение от материальной выгоды по НДФЛ не действует то есть что это такое на пролетарском языке это когда займы облагаются подоходным налогом если у вас ставка рефинансирования ниже чем ставка по кредиту то есть беспроцентные например кредиты то в этом случае считается материальная выгода которую вы получили при таком займе и эта материальная выгода обкладывается НДФЛ по ставке 35% и кроме того что вы начислили этот НДФЛ который допустим начислили висит до скончания века на счетах учета то по этому по этому постановлению это это начисленная материальная выгода НДФЛ по ней должны быть перечислены не позднее месяца перечислены в налоговые органы то есть соответственно уже не получается что до скончания века висит займ например учредителям или еще кого-то то есть соответственно в 24 году мы должны и перечислить доход от материальной выгоды то есть и начислить и перечислить и при этом учитываются займы которые не только выданы то есть например в 24 году но и которые выданы до 24 года то есть срок действия которых срок действия договоров займа не истек и соответственно по нему должна быть начислена материальная выгода и НДФЛ по ставке 35% еще один момент который мне хотелось вам показать это регламентированный учет мы с вами открываем открываем общие регламентированные отчеты здесь у нас с вами линейка отчетов уведомлений то есть повторяется линейка которую мы видим сейчас закроем вот так то есть соответственно вот линейка функции которой мы можем воспользоваться и если мы откроем журнал регламентированные отчеты у нас эта линейка повторяется вверху и собственно говоря что нас здесь интересует мы здесь хотим посмотреть личные кабинеты дополнительный сервис и обратить ваше внимание вот на что сейчас достаточно много в разных информационных ресурсах пишут про новый сервис который в общем-то касается личного кабинета налогоплательщика юридических физического лица то есть личный кабинет для работы с ЕНС то есть на самом деле у нас есть возможность обращаться в личный кабинет налогоплательщика и ИП и юрлиц и внутри по ссылкам использовать личные кабинеты по работе с ЕНС но здесь есть одна тонкость обязательно проверки вашей подписи то есть их актуальность потому что здесь используется квалифицированная электронная подпись и уже если она у вас оформлена действующая все в порядке вы можете использовать личные кабинеты на самом деле личный кабинет это очень удобно потому что даже на горячую линию налоговых органов бывает не всегда просто дозвониться и потом личные кабинеты например позволяют вести переписку и отвечать на срочные вопросы которые имеют короткий срок для ответа и чаще всего используются естественно бывшие ФСС это электронные больничные листки всякие соц выплаты и обратите внимание на статистику то есть статистике обычно уделялось второстепенное внимание но два года как уже статистика реально штрафует реально применяют штрафные санкции за нарушение сроков это 70 тысяч рублей за повторное правонарушение это 150 тысяч рублей то есть согласитесь если вы не зашли на статистику и по своему ИНН не посмотрели какую отчетность вы должны сдавать в этом году почему это надо проверить потому что статистика с этого года прислала достаточно много форм отчетов которые надо сдавать и вам нужно проверить не попали ли вы в какую-либо выборку значит если вы попали в выборку то вы должны сдавать эту отчетность даже если раньше как бы вы не сдавали ее То есть вот эти вот сервисы, личные кабинеты налогоплательщика ИП, налогоплательщика юрлиц и портал статистики требуют как бы вашего внимания заходить. Каждый день не надо, но хотя бы раз в портал заходите, посматривайте. Так, на этом мы, собственно говоря, заканчиваем нашу встречу. К сожалению, у нас не очень много времени. Я еще раз хотела вернуться к титульному листу, напомнить вам наши контактные данные, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем очень рады оказаться вам полезными, выполнить для вас любые работы с программами семейства 1С. То есть это и продажи, и внедрения, и доработка, и настройка, в общем, и спектр. На этом разрешите поблагодарить вас за внимание, за уделенное нам время. И компания Кодерлайн прощается с вами. Пишите нам, если вас интересуют какие-то конкретные темы, или вы хотите что-то конкретное заказать, осветить и так далее. Мы будем очень рады сотрудничеству. Заранее спасибо. Всего доброго.